Всем привет, друзья мои! Я, как всегда, на своём рабочем месте, одном из моих рабочих мест. Возвращаюсь уже домой, почти дома. И так хотелось с вами поговорить. На какую тему поговорить? На тему жизни, наверное, да? Я вот, когда выхожу утром на набережную, очень много инсайтов ко мне приходит. Очень много инсайтов ко мне приходит в жизни. И из всех тех мыслей, которые я получаю, я выбрала самые основные моменты. Оцениваю своё состояние за мои 49 лет. Я выделала для себя очень важные ценности. Давайте поговорим, и я расскажу о них. Допустим, человеку, когда бывает плохо. Это всё я основываюсь на своём опыте. Когда человеку бывает плохо? Когда у него нет здоровья? Когда у него нет денег на то, чтобы купить себе элементарное хлеб, воду, еду? Когда ему бывает плохо? Когда ему нет счастья? Это могут быть какие-то отношения в семье с мужем, может вообще не быть партнёра. Женщина чувствует себя одинокой. То есть она, даже проживая в семейных отношениях, даже проживая с любимым человеком, она чувствует себя одинокой. Здоровье, деньги, счастье. Следующая категория. Когда женщина скучает от того, что у неё много чего есть, она уже присытилась всем, ей скучно, значит, у неё нет хобби, интересного занятия. Она не развивается и стоит на месте. Всё у неё есть, всего полно, а ей всё надоело, ей неинтересно. Она не развивается как Личность. Тогда ей становится плохо. Ещё что могу вам сказать? Ну, то, что касается семьи, детей, это не будем сейчас мы обсуждать. Но самая главная, самая главная ценность – это здоровье. Ведь когда нет здоровья, вообще ничего не хочется. Не хочется ни радоваться, ни что-то делать, ни заниматься любимым хобби, ни зарабатывать деньги, ни идти на работу, ни общаться с друзьями. Ничего не хочется. Вы согласны со мной? Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нём вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моём бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила. Как это здоровье иметь? Нужно правильно питаться, нужно умеренно, я не говорю, что бросить, алкоголь, сигареты. Нужно работать с собой, заниматься спортом, заниматься физической активностью. И тогда процессы все старения становятся, нормализуются, при правильном питании у вас нормализуются необходимые процессы в вашем организме. У вас появится желание всё делать. Поэтому здоровье на самом главном месте. Но заниматься здоровьем мы не всегда хотим. К нам приходит это со временем, с каким-то жизненным опытом, с какими-то ситуациями. И это, поверьте, на самом первом плане. Я тоже в своей жизни, знаете, как прожила? Я была очень склонна к полноте и всегда сидела на диетах, всегда занималась спортом. В какое время? В летнее время. Когда у меня был первый брак, естественно, какой фитнес, какое что, ничего этого не было. Я вставала, помню, со школы и бегала, вокруг парка бегала, вокруг набережной. Всё это бесплатно, доступно любому человеку. Выйти просто в какой-то парк, выйти на берег моря, на набережную. Боже, друзья мои, всегда можно даже походить вокруг дома, сто кругов, и вы намотаете свои шаги. И потом у меня была проблема с питанием. Я всегда сидела на диетах, посижу, брошу. Я могла похудеть за несколько дней, на пять кину, и за несколько дней набрать сразу же, моментально, потому что я не знала нормы. Когда принимаешь алкогольные напитки, то у меня теряется тормоз, где-то он пропадает, исчезает. И, естественно, я набираю килограммы. Вы сами можете судить сейчас по мне, принимаю я алкоголь или нет. Столько времени. Ну, а раньше это было, естественно, не то, что я там была пьяница, или я работала в такой сфере. У нас был большой, у меня был большой коллектив, у всех были дни рождения, какие-то поминки. У нас поминки отмечали, праздники, юбилеи. И все, естественно, приглашали меня. И хочешь, не хочешь, каждую неделю, субботу, воскресенье, у меня вот не каждую. Но вот приходилось попадать на застолье. И вечером тоже после работы приходишь, целый день питаешься, то купишь там кафешку, качапури, кончик, пирожок. Вечером приходишь, зверский аппетит. И, естественно, все это во вред. Утром встаешь, бежишь там в летнее время, а и обратно то же самое начинается. Но это питание, это очень такая тема, нужно проработать. Даже сейчас. Даже сейчас я ем все подряд, когда захочу. И вот, бывает, вечерами конфет кушаю, к жменю. Не могу себе отказать, не знаю я. Поэтому сейчас вот я прохожу марафон, вы знаете, Катя Гуру, рука о шаге белых. Марафон прохожу у Кати Гуру, и на следующей неделе нас познакомят с питанием. Может, я вспомню, о чем я раньше знала. Потому что если вы какую-то получили информацию, не использовали ее первые 72 часа, то вы не вернетесь к ней. Это однозначно. 72 часа у вас хорошо работает мозг, вы помните. а лучше это сделать сейчас и сразу. Не откладывать на несколько дней. И вот здоровье это на первом главном месте. Мы уже поговорили и о питании, ну и, конечно, активный образ жизни. Прыгайте, бегайте, скачите, делайте утром зарядку. Конечно, хорошо, когда вы делаете это в коллективе и у вас приходит мотивация и это однозначно. Вы потом так первые неделю 10 дней трудно, неохота, но потом вы так вовлекаетесь в этот процесс, что вы не захотите бросить. Я все говорю пора себя. Я уже не представляю свое утро. Может быть, я не встану в 6 утра, но я всегда когда встану, первым я выпью стакан теплой воды, как мне научила Катя Гуру. Раньше пила холодную, ну, холодную, как комнатную, а сейчас подогреваю ее, жду пока чайничек подогреется, а потом я выпиваю стакан воды и сажусь на коврик, да, в пижаме, потом переодеваюсь, но делаю какие-то шаги, и это мне нравится. Это очень полезно. У кого варикозное расширение вен нижней конечности, просто рекомендую заниматься ходьбой в любое время суток. У мамы очень проблемные ноги, хроническая, наверное, в последней стадии, четвертой стадии, в четвертой степени варикозное расширение вен. У нее все, знаете, какие ноги, вот она их всегда стесняется, и у нее они все в змеях, вот такие вот, понимаете, черные, там начало у нее изменение в ноге пока высыхает, потому что кровь не поступает, хотя она делала операцию, но все равно так же. И я боялась, что меня это ждет, поэтому я старалась всегда быть в движении специалиста по венам, я же в клинике работала, я спросила, что делать, чтобы меня это не постигла такая болезнь, не перешла по венам, он сказал, что ты правильно делаешь, ты двигаешь, двигаешься, прыгаешь, бегаешь на скакалке по набережной, это очень хорошо, главное движение, друзья мои. Наговорила я вам сегодня профессор Хачикян, но иногда же бывает такая муза, приходит, хочется пообщаться, иногда бывает ступор, нечего рассказать, а иногда ей бывает, приходит на ум что-то. Ну и когда у нас есть здоровье, у нас есть настроение, я вот по себе чувствую, что мне хочется что-то делать, какие-то инсайты приходят ко мне каждый раз. Даже сейчас я шла по набережной и решила записать вам это видео, потому что мне пришло это от моего позитива, я позитив, у меня позитивное настроение, я слушаю музыку, я с музыкой, аффирмации какие-то, медитирование, всё на ходу, всё на ходу. Столько мыслей пришло мне на ум, что я уже жалею, что я не записала, надо бы иметь блокнот и ручку всегда таскать в сумке. Потом это всё забывается и ещё хочу вам что-то рассказать. Ну, у нас ещё настроения нет, когда у нас нет денег. Когда у нас нет денег, друзья мои, если у вас есть здоровье и нет денег, это минус вам, это ваша проблема, то, что вы не хотите выйти со своей зоны комфорта, не искать каких-то решений, чтобы найти, заработать себе деньги. Я не говорю, то, что кто работает и зарабатывает мало, хоть как-то они зарабатывают, идут утром на работу, вечером возвращаются, но если вам недостаточно этих денег, то вы должны искать какие-то другие пути. Займитесь блогерством, если вы не хотите заниматься сетевым бизнесом, который самый успешный и самый высокооплачиваемый. Займитесь блогерством, начните писать видео для Ютуба, развивайтесь. У вас, может, вы специалист по кулинарии, откройте кулинарный свой канал, может, вы любите путешествовать, начните как-то зарабатывать. В мире есть полно тысячи возможностей. Ещё что могу вам посоветовать? Вы можете оглянуться вокруг и к вам придёт мысль, как можно заработать. Но, естественно, нужно развиваться для того, чтобы предлагать себя. Вы должны владеть какими-то качествами, которые у других нет. Вот загляните себе вовнутрь и посмотрите, что вы лучше всего можете. И вы знаете, что я проработала медсестрой, и я считаю, что я родилась прямо медсестрой. Но переехав в Турцию сюда, выйдя замуж за моего Ашхыба, Эндера, я потеряла возможность работать медсестрой. и мне было на это настолько сложно бездействовать. Я знаю, что медсестра для меня это уже закрытая тема. Но я искала себя, искала, искала, и вот я нашла. Нашла себя в йоге, нашла себе, нашла себя, я научилась, я любила рисовать с детства, и научилась нейрографике. Это научно обоснованный метод. Это не магия, это не порча. Это научно обоснованный метод. С помощью нейрографики мы работаем своим подсознанием. И это настолько мне понравилось. Вот я готова рисовать сутками, у меня просто нет времени. На каждое моё хобби у меня в день уходит какое-то определённое количество времени. И вот это хобби нейрографику. Есть такие люди, которые хотят развиваться, но у них нет времени, возможности рисовать. Предложите им свою помощь, и порисуйте, и за это заработайте деньги. Да, друзья мои, деньги можно зарабатывать везде, любым способом. Главное, ничего не бойтесь. Если предложат вам какое-то дело, попробуйте, рискните, не понравится, вы можете выйти с него. Вот я так двигаюсь в этом направлении и советую и вам. То, что у вас нет денег, вы виноваты в этом сами. Поэтому виноваты вы сами. То, что вы плохо живёте, то, что у вас нет настроения, хватит уже вам плакать. Подушку хватит, негатив, вы тряхиваете от себя. И идите, смотрите на солнышко, вместе со мной, смотрите на солнышко, в каком я сижу, я делаю свой день прекрасный, я двигатель, я и двигаю, и своего мужа, и всех двигаю вокруг, кто со мной соприкасается, потому что я люблю этот мир, мне пришлось пройти через очень многое, вы сами читали мои статьи в Яндексене и всё, но я не останавливаюсь, я двигаюсь вперёд. И вам советую, не стойте на месте, не смотрите ни на плохую погоду, ни на плохую новость, переживите это в себе, работайте над собой, не давайте этим плохим мыслям продолжать развиваться. Получили, вы думаете, получили, так, продумали, вдох-выдох и перейдите на что-то красивое, прекрасное, да пойдите, поцелуйте вокруг кто у вас есть близких, расцелуйте, у вас всё уйдёт, возьмите подушку, прокричите в неё, или побейте что-нибудь в подушке, и выйдет негатив, и потом всё, зарядились и шли вперёд, надеюсь, я вас зарядила позитивом, сегодня вот такое у меня видео, я очень хочу, чтобы каждая из вас ценили то, что имеете, и всё в ваших руках, с вами была Светлана Ата, пока-пока, и снова очередные 10 тысяч шагов, неделя пройдена, дошла, пока-пока,